Человек с отрицательным резус-фактором, чем он ставит в тупик ученых? Исследования зарубежных ученых подтверждают, что у людей с РХ- действительно много отличий от ОМАС и ПИНС с положительным резус-фактором. Некоторые исследователи даже считают данный факт доказательством внеземного происхождения минусовых. Самый известный популяризатор такой версии – американский исследователь Брэд Стальгер. Правда, Стальгер специализируется больше на доисторической археологии, которую пытаются связать с паранормальными явлениями. Используя результаты последних исследований гематологов, Брэд Стальгер пришел к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором либо произошли от другой ветви человека разумного, со своей линией ДНК, нежели все остальные, либо их предки и вовсе представители внеземного разума. Стальгер задался вопросом, раз уж человек произошел от обезьяны, то почему тогда у всех приматов РХ- плюс, а у людей возможен еще и РХ- минус? По наблюдениям гематологов, около трети всех обладателей РХ- минус имеет определенные национальности. Такой резус-фактор чаще встречается у евреев, испанских босков, эфиопов и эфиопских евреев, самаритян. У представителей других народов он ничтожен, порядка процента. В крови РХ- отсутствует белок, защищающий организм от бактерий, провоцирующих возникновение ряда болезней, поэтому отрицательные обладают меньшим иммунитетом. Такие люди более теплолюбивы и сдержаны, чем обладатели РХ- плюс. Интеллектуальный уровень у них несколько выше, подмечено, что разные маги, шаманы и знахари, это люди как раз с отрицательным резус-фактором. Отрицательные не годятся для клонирования. Беременная женщина с РХ- минус рискует не доносить ребенка, организм его отторгает, вследствие чего таким матерям в период беременности пригодится проходить спецлечение. Три года назад чешскими учеными были опубликованы данные о частоте и градации болезней людей с РХ- минус сравнительной с пациентами с РХ- плюс. Результаты показали, что в данном случае заболевания разница и по гендерному характеру. К примеру, стало известно о такой примечательной особенности. Мужчины с РХ- минус более подвержены психическим расстройствам, аллергиям, анемиям. У них чаще возникают проблемы с печенью, отрицательные мужчины более склонны к инфекционным заболеваниям и остеопорозу. Вместе с тем, у мужчин с РХ- минус, не имеющих в крови белка РХД, меньше проблем с пищеварением, с желчным пузырем, аденомой простаты, бородавками. Некоторые виды рака у них также встречаются реже. Женщины с РХ- минус чаще болеют псориазом, диабетом 2 типа, инфекционными заболеваниями мочевых путей, сколиозом, страдают от недостатка в организме витамина В. Вместе с тем, они менее подвержены расстройствам психики, дерматозом, болезням, что лечат отоларингологи. Отрицательные люди, по наблюдениям гематологов, немного чаще подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательно-иммунной систем, но вместе с тем их организм более эффективно отбивает вирусные инфекции. Все дело в наличии, и отсутствии, в крови того самого белка РХД, которые есть у людей РХ+, и отсутствует ОМС и ПИНС с РХ. Как считают ученые, отличие в восприимчивости организмов с разными резус-факторами крови к различным заболеваниям, хотя и несущественное, но все же имеется. Однако до конца природу и функцию белка РХД гематологи еще не разгадали.